Бонжур, Джесси Григорий Томский, президент Дюль-Академии Интернациональ Конкорд. Здравствуйте, я профессор Григорий Васильевич Томский, президент Международной Академии Конкорд. Я являюсь также организатором и руководителем международного движения Конкорд Фиджипи Враталан, созданного по инициативе ЮНЕСКО в 1993 году. Для облегчения создания и деятельности клубов «Аттила» – лидер европейских и степных народов, мною создано большое количество видеолекций, видеорассказов и других видеоматериалов. Деятельность этих клубов отвечает государственным интересам Казахстана и других стран проживания потомков степных народов, о чем говорится в следующих видео на моем канале в YouTube. Бренд «Аттила» в мире Использование бренда «Аттила» для имиджевой политики и бизнеса и других. Поэтому каждый потомок степных народов должен получить правдивую информацию о великих делах Аттилы, с которым не могут сравняться никакие римские императоры и правители, включая Цезаря и Августа, знать секреты его лидерства, думать о возможности развития современных творческих, научных и деловых проектов, способных завоевать мир в сотрудничестве с самыми лучшими представителями творческих сил, европейских и других развитых народов. Поэтому каждый член клуба должен просмотреть неоднократно следующие четыре видео, дающие обильный материал для размышлений и творчества в течение всей жизни. Приведем в список нескольких тем для серии рисунков и картин по материалам сцен, романа «Друзья Аттилы» и созданных по ним иллюстрированных в виде рассказов на YouTube. Серия «Юный Аттилла» с гуннскими войнами гвардии императора Ганоллиса на основе рассказов. Болонский инсидент. В лагере при Павии. Удивление. Вторжение. Раненая империя. Серия «Юный Аттилла» посещает достопримечательности Италии на основе рассказов в императорском дворе, в римском сенате, вторжение «Раненая империя». Серия «Путешествий Аттиллы» на основе рассказов. Вольный ветер степей на родине предков, на востоке радостный среди своих радостей. Серия «Столица Аттиллы» на основе рассказов. Город Солнца. Беседа с Аттиллой. Вторая присяга. Сар-Сарей. Гуннские греки в дворцовом комплексе, радостный среди своих радостей. Серия «Северная империя Аттиллы» на основе рассказов. Сар-Сарей в дворцовом комплексе. Маргунский инсидент. Туча над Византией. Туча над Галлией. Париж. Орлеан и Труа. Каталоунские поля. Сражения. Будущее мира. Итальянская компания «Аттилла» и «Леон». При этом не следует увлекаться изображениями грозных воителей, а надо передать изобразительными средствами удивления, хорошо сформулированные французским биографом известных людей Эрик Дешотт. Еще никогда не бывало, чтобы империя возникала столь мирным путем. Да и после такого не повторится. Ее организация стала дипломатическим триумфом, аналога которой не найдется за всю историю человечества. Темы, связанные с Аттиллой, позволяют создать произведения изобразительного искусства, представляющие интерес для самой широкой публики, издательств и музеев. Поэтому некоторые из сегодняшних юных членов клубов впоследствии могут стать известными в мире художниками, авторами комиксов и других произведений. Я считаю, что нужно создавать методами театрального искусства достоверные образы существовавших эстетических деятелей и убедительно вскрывать мотивы их действий. Поэтому я написал в синопсе сценария малобюджетного фильма, который также подходит для исторической драмы с небольшим количеством участников. И даже для либретто, оперы и балета под названием «Встрети с Атиллой, Женевеве, Парижской, Луис Труа и Атилья». Такие театральные произведения с небольшим количеством персонажей могут и должны создаваться талантливыми участниками клубов, что должно стать одним из интересных и увлекательных направлений их деятельности. Видеофильмы с небольшим количеством персонажей вполне могут создаваться участниками клубов, например, на основе театрализированных постановок. Юные создатели и участники таких фильмов могут впоследствии стать известными кинематографистами, способными на успешное международное сотрудничество. Наличие небольшого количества неизбежных в любом историческом романе обобщенных литературных персонажей не только не отражается на достоверности повествования, а позволяет передать читателям через их образы и речи известные по наиболее надежным источникам сведения в интересной литературной обертке, в том числе лирической и поэтической, а также в виде сцен путешествий по разным местам Европы и Великой степи вплоть до Байкала и Китайской стены. События, описанные в первой части романа, гибель знаменитого генерала Стеликона в результате заговора при дворных, взятие Рима везиготами, пленение ими принцессы Галы Пласиде и другие потрясли современников, которые оставили большое количество письменных источников об этой драматической эпохе. Это позволило минимизировать долю художественного вымысла в этой первой части романа. Разумеется, происходившие тогда исторические события должны были произвести неизгладимое впечатление на юного Аттилу, которому в момент взятия Рима везиготами было 15 лет, оказать решающее влияние на формирование его мировоззрения и неизбежно натолкнуть на мысль о возможности создания Римско-гунской империи Элипакс Ханна Романа. На моем канале в YouTube мой роман-исследование зачитан в виде последовательности сцен на русском, французском, английском и турецком языках, в основном голосом робота. Только на родном якутском языке я все зачитал своим голосом. Это дает возможность хорошим рассказчикам из числа участников клубов увлекательно пересказать выбранные сцены из романа. Я жду с интересом записи таких рассказов. Могучий и престижный образ Атилы должен быть умело использован тюркомонгольскими государствами для их имиджевой политики. На брен Атилы должны обратить серьезное внимание деловые люди из числа представителей, потомков степных народов. Вот почему я объявил о начале наградной кампании Международной Академии Конкор по теме «Атилла – лидер европейских и степных народов». Целью этой наградной кампании является желание способствовать созданию творческих произведений об Атилле, особенно по зрелищным видам искусства, таким как художественное, театральное и кинематографическое.